9 часов вечера. Это просто нереально. Я просто готова, как говорится, dive in. Все это делают, почему это я не делаю. I'm so excited. Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Сегодня у нас вторник, 16 января, и я приехала на встречу в Сиэтл. Больше всего в Сиэтле я не люблю парковку. Я еле-еле нашла место вдоль улицы и запарковалась. Мне просто повезло. И по идее сегодня у меня должна была быть встреча в брокерской, утренняя встреча. По какой-то причине она перенеслась в другой офис, и об этом я узнала только когда приехала. Как говорится, все, что делается, делается к лучшему. У меня была возможность пообщаться с моей коллегой, и я получила необходимую в данный момент для меня информацию, которую я просто не ожидала получить, скажем это так. А вообще год начался сумбурно, и сейчас у меня все так смоталось в один большой клубок, который я сейчас пытаюсь так ниточка за ниточкой, узелок за узелком распутать. Но я по-прежнему стараюсь двигаться к моим целям. И да, я отношусь к той категории людей, которые не подводят итоги уходящего года и не ставят цели на Новый год. Я не могу сказать, в какой момент я перестала это делать, потому что, очевидно, раньше я поддавалась этой тенденции. Как это? Все это делают, почему это я не делаю? Не в этом году, и я даже не помню, что я такое делала в прошлом и позапрошлом годах. Наверное, это пришло ко мне с переездом в США, или, наверное, даже больше это пришло с тем моментом, когда я сформировала для себя, скажу так, жизненные цели. А жизненные цели, они как бы не меняются с течением времени, вы просто делаете все, что возможно, все, что в ваших силах для достижения этих целей. Безусловно, в течение года могут возникать какие-то другие задачи, которые становятся в приоритет прямо здесь и прямо сейчас, но вот какие-то глобальные мои цели, они не изменились. Я их сформировала для себя несколько лет назад, и тоже это был долгий-долгий процесс самопознания. И вот, знаете, вот эту тоненькую ниточку я наматывала-наматывала, пока не получился клубок и пока не сформировалась некая цель, к которой я сейчас движусь. И я сосредотачиваюсь не только в достижении этой цели, потому что я не знаю, сколько у меня займет по времени достичь эту цель. Год, два, может быть, десять лет, я не знаю. Поэтому я стараюсь наслаждаться процессом достижения этой цели, потому что, знаете, есть у меня сегодня силы и энергия пробежать 15 километров к этой цели. Я счастлива, я это принимаю. А вот завтра у меня нет совершенно внутренней энергии, нет внутренних сил, и я могу сделать только один, максимум два шага. А может, не могу сделать даже их. И я это тоже принимаю, это есть нормально, это жизнь. Знаете, в жизни бывают хорошие дни, бывают плохие дни, и жизнь — это вот как ты балансируешь между этими днями. Поэтому не знаю, я иду к своим целям, и иду уже далеко не первый день. Я это принимаю, и не вижу смысла ограничивать себя во времени одним годом. Я помню те ощущения, когда я ставила цели, вот, в этом году я должна достичь это, это и это. Каждый день я прям трекала, что я сегодня сделала, что не сделала, и это на меня давило прям. Я создавала сама для себя вот это давление, и у меня были завышены ожидания даже от самой себя. И когда ты с течением времени понимаешь, что ты что-то делаешь, но ты не видишь результата, мгновенного результата, ты сам себя разрушаешь таким подходом. Поэтому я решила это отпустить и двигаться совершенно-совершенно по-другому. А не подвожу итоги уходящего года. Знаете, до переезда это, наверное, ещё имело смысл, потому что все праздники начинались именно с Нового года, то есть в январе проходили все праздники. С 31 декабря на 1 января — это новогодняя ночь, с 7 января — это Рождество. Здесь немножко по-другому. Здесь праздники начинаются с Дня Благодарения, Рождество, потом Новый год. И Новый год — это буквально одна ночь, и всё. 1-го, со 2 января уже все входят в рабочий режим и, знаете, запрягают белке своё колесо. Поэтому в Америке мой подход изменился с Дня Благодарения. Я стараюсь ничего не анализировать, не подводить никаких итогов, а просто быть максимально в моменте, наслаждаться праздниками, наслаждаться этой атмосферой. Просто здесь невероятно красиво украшают города. Здесь проходит огромное количество разных мероприятий. Знаете, для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы создать вот эту рождественскую атмосферу. Ну, в общем, не получается подводить итоги. Хотя, в принципе, опять-таки до переезда, лично у меня декабрь был прям, ну вот, гиперперегружен. Не знаю, зачем я это делала, но я старалась, знаете как, успеть всё в дедлайн и прыгнуть в последний вагон в последний момент, доделать все дела, которые я не сделала за год. А это нереально, это просто нереально. И зачем себя так нагружать, я не знаю. С переездом я немножко поменяла подход. Всё, что я успела сделать, всё, что я хотела сделать, я сделала. Я знаю, что я приложила максимум усилий. Я знаю, что я отдала максимум своей энергии, которая у меня была. Я потратила максимальное количество своих ресурсов, которые у меня были. Всё, нужно замедлиться, остановиться и насладиться тем, что у меня есть здесь и сейчас. Вот такой мой подход. Не знаю, кому-то может это откликнется, кому-то нет. Все мы разные, и это нормально. Но я буду рада увидеть ваше мнение в комментариях. И поскольку у меня сейчас довольно-таки напряжённый период в жизни, я очень хочу вырваться прям одним днём и уехать к открытому океану. Последний раз я была где-то в сентябре, и это было прекрасно. Я очень люблю находиться именно возле открытого океана за счёт шума. Это невероятный шум, мощный шум открытого океана. Эти волны — это просто восторг. Мы живём возле залива, и это совершенно не то. Я по-прежнему люблю приезжать к заливу на прогулку, особенно с чашечкой кофе. Но открытый океан — это что-то про отдых, и не только телом, но ещё и головой. Потому что у меня каждый день огромное количество мыслей, которые жужжат. И я знаю, что очень многие, кто хочет расслабиться, побыть наедине с собой, уходят куда-то в лес, в горы. Но это не для меня. Это вообще не для меня. Потому что чем тише окружающая среда, тем мои мысли жужжат сильнее. Поэтому цель моей поездки к океану — это чтобы я слышала шум океана, который просто заглушит жужжание моих мыслей. И в этом году я хочу сделать для себя один день выходной. У меня был такой подход — семейный день. Но я сейчас немножко хочу это переосмыслить. И вот воскресный день — это день отдыха. Это когда я отключаюсь от социальных сетей, от бесконечных имейлов, от бесконечных сообщений и звонков. Просто хожу оффлайн и отдыхаю. Концентрируюсь на восстановлении своих сил, своей энергии, своих внутренних ресурсов. И вот, если позволит погода, я бы очень хотела, наверное, уже в это воскресенье съездить одним днём к открытому океану. Опять-таки, последний раз были в сентябре. Погода была роскошная. Мы позасыпали на стульях. И моё лицо сгорело ужасно, ужасно сильно. По этой причине мы уехали гораздо раньше. Но я люблю возвращаться домой с первыми звёздами. Если не получится в это воскресенье — из-за погоды. Потому что у нас сейчас минус на улице. И ночью у нас температура опускается до минус 10 градусов Цельсия. Это прям холодно. И находиться в такую погоду возле открытого океана — это просто смерти подобно. Потому что прилив-отлив — это бешеный ветер ещё. Посмотрим, что будет с погодой. Я очень лёгкий человек на подъём. И вырваться среди недели для меня — это тоже не проблема. Поэтому посмотрим. Может быть, среда. Знаете, такая среда — маленькая пятница, середина недели. Потому что даже если не получится посидеть на стульях возле открытого океана, всегда можно посидеть в машине, в тёплой, комфортной машине, но с открытыми окнами, и всё равно слышать этот звук океана. Я приехала на встречу чуть раньше, поэтому у меня была возможность с вами пообщаться. Мне пора. И увидимся с вами позже. Привет-привет! Сегодня у нас среда, 17 января. Уже вечер. Друзья пригласили меня на скалолазание. Я вот приехала. Зачем я приехала, если честно, я не знаю. Я никогда в жизни ещё не пробовала себя в роли скалолазки. Но я согласилась. Я человек очень лёгкий на подъём. И я всегда открыта новому. И никто не знает, может, мне это понравится. I'm so excited. Это всё, что я могу сказать. У нас снега-дождь. Снега-дождь, блин. Я от такого отвыкла. И, честно, дорога такая скользковатая. Плюс я немножко езжу с превышением. Я пошла, потому что меня уже заждались. Я немножко опоздун сегодня. Снега-дождь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Альпинистское снаряжение Посмотрим, чем все это закончится Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok